МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. И скажи, пожалуйста, можно ли говорить, что навигация под угрозой срыва? Добрый вечер, Андрей. Мы сегодня полдня провели на Ангаре. Как нам сказали речники, такой маловодной река не была уже 30 лет. Мы побывали на самом мелком и опасном месте Ангары. Глубина ее там на прошлой неделе составляла всего 95 сантиметров. Капитаны этот участок проходят, опасаясь сесть на мель или пробить дно. Из-за дождя уровень воды поднялся на несколько сантиметров, но в корне эту ситуацию не меняет. Давайте послушаем, что сами речники говорят по этому поводу. В связи с этим обратились к губернатору на той неделе, чтобы ввели на Ангаре режим чрезвычайной ситуации. Это нам позволит на свой страх и риск под нашу ответственность, понимая всю, прежде всего, понимая всю важность тех задач, которые мы должны выполнить и завести в населенные пункты, хотя бы завести и сделать хотя бы какую-то часть работы. Как говорят речники, ситуация осложняет и то, что сейчас заполняется ложе Багучанского водохранилища. Для Баггэс вода набирается из реки, соответственно, уровень воды в Ангаре снижается. Два дня назад и Красноярская ГЭС перешла на минимальный сброс воды, поэтому и не все, и не наполняется как должен. Речники говорят, что навигация уже убыточна для них на 100 миллионов рублей, а к концу сезона эта сумма увеличится по предварительным расчетам до 300 миллионов. Пострадают и некоторые предприятия Красноярского края. Мы не довезли две трети угля еще для золотодобывающей компании. Мы не довезли 7 тысяч нефтеналива из 14 по программе Северного завоза и 30 тысяч коммунальным предприятиям тоже по программе Северного завоза. Из-за проблем с навигацией пострадает не только производство региона. Север край может частично остаться без продовольствия, горючих смазочных материалов, медикаментов и вещей первой необходимости. А мы продолжаем работать. Андрей? Спасибо, Дамир. Напомню, это был наш корреспондент Дамир Гайфуллин. Он сообщил о том, что навигация на Енисей под угрозой срыва. А мы продолжаем программу.